Нервные клетки в нашем организме зачастую находятся под противоположным действием различных внешних факторов, то есть факторов, которые способствуют выживаемости, работоспособности развитию нервной клетки и факторов, которые приводят к дегенерации и ухудшению, грубо говоря, состояния нервной клетки. Последние очень часто возникают во время различных патологических состояний, таких как заболевания нервной системы, инсульты, травмы и так далее. Естественно, любая клетка организма отвечает на это активация определенных регуляторных путей, сигнальных путей в самой клетке, которые нужны для того, чтобы экспрессировать, заставить работать белки, либо способствующие выживанию клетки, либо борющиеся с патологическими факторами. В нашем организме существуют факторы, которые помогают, стимулируют нервные клетки для активной деятельности, для такой борьбы. К таким факторам можно отнести так называемые нейротрофины. Это очень интенсивно, уже более 50 лет исследуемая группа факторов, которые являются секретируемыми факторами, действующими на клетку, на нервные клетки снаружи. У них есть свои рецепторы, их довольно много, они описаны, и действие этих факторов, оно очень разнообразно. Они нужны для образования нервных связей в процессе развития онтогенеза, они нужны для формирования синаптических контактов, они нужны для модулирования активности нервных клеток и много чего другого, для правильного установления связей с окружающими клетками и так далее. Наиболее известным из таких факторов является, наиболее давно исследуемым и первым открытым является фактор роста нервов. Гомологам фактора роста нервов относит фактор, нейротрофический фактор мозга, нейротрофин третий, четвертый. Это целая группа белков, которые представляют собой семейство нейротрофинов. При действии на клетку они активируют определенные сигнальные каскады, которые способствуют, грубо говоря, выживанию клетки в стрессовых ситуациях и росту, например, отростков нервных клеток. Например, фактор роста нервов, он важен для так называемых симпатических нейронов, он важен для холиэнергических нейронов в нашем мозге. Фактор нейротрофический фактор мозга также широко экспрессируется, он является одним из наиболее широко экспрессируемых нейротрофических факторов в мозге, и он важен во время развития, он важен для поддержания нормальной работоспособности нервных клеток. Сейчас, в последнее время, сделано большое количество работ, которые использовали эти факторы в качестве терапевтического средства, в которых используются эти факторы в качестве терапевтического средства при различных патологических состояниях. Таким патологическим состоянием можно отнести и черепно-мозговую травму, и инсульты, и нейродегенеративные заболевания, и травмы, например, позвоночника. Действительно выполнено очень большое количество исследований с использованием и фактора роста нервов, и нейротрофического фактора мозга. Например, фактор роста нервов активно используется при модулировании, при исследованиях, направленных на улучшение работоспособности, на поддержку холиэнергических нейронов мозга. Холиэнергические нейроны – это группа нейронов, которые… одна из групп нейронов, которые дегенерируют во время, например, болезни Эльцгеймер. Есть другая группа нейронов, которые тоже являются… дегенерация которых тоже является характерной чертой другого нейродегенеративного заболевания – болезни Паркинсона. Это группа дофамин энергетических нейронов. Для них также используются генотерапевтические… то есть для них также проводятся генотерапевтические исследования с использованием другого трофического фактора, фактора, выделенного из ГЛИ, так называемым GDNF – Glial Derived Neurotrophic Factor. Какие сейчас уже достигнуты успехи на этом поприще? Можно говорить о том, что фактор роста нервов – это один из наиболее успешных факторов, с которым сейчас уже проводятся клинические испытания второй стадии на пациентах, страдающих болезнью Эльцгеймера. Людям с помощью вирусных систем доставки, с помощью 5 диана ассоциированных вирусов в мозг доставляют ген для экспрессии факторов роста нервов. И показано, что это оказывает положительное действие на их когнитивные способности, то есть уменьшает скорость снижения их когнитивных способностей при развитии болезни Эльцгеймера. Также были проведены различные исследования, например, при таких заболеваниях, как боковой амиотрофический склероз, как, я уже говорил, болезнь Паркинсона. При травмах и инсультах, например, при моделировании острого нарушения мозгового кровообращения, инъекция нейротрофических факторов в мозг, она оказывает положительное действие, то есть повышает сопротивляемость нейронов при развитии очага поражения. Выполнены эксперименты, в которых моделировали, например, травму спинного мозга на животных и показали, что если инъецировать нейротрофические факторы при этом в спинной мозг, то восстановление поврежденных двигательных функций происходит также с большей скоростью. То есть точный механизм, по которому действуют нейротрофические факторы, он неизвестно. Характеризовано большое количество внутриклеточных сигнальных путей, которые активируются при действии этих факторов. Но, наверное, одной из основных проблем сейчас является то, что эти факторы оказывают общее поддерживающее действие, оно не является специфическим, то есть они не помогают восстанавливать конкретные нейронные связи, но они помогают клетке выживать. Иллюстрацией этого тезиса можно привести работу, в которой фактор GDNF, нейротрофический фактор, выделенный из глии, инициировали в спинной мозг и показывали, что при моделировании бокового амиотрофического склероза мотонейроны спинного мозга выживают после инъекции этого фактора, но, к сожалению, их отростки, которые ответственны, собственно, за их функцию, они все равно дегенерируют. То есть эти факторы являются бесспорно положительным и необходимым, наверное, элементом, который позволяет клеткам выживать, но не единственным, и, естественно, это требует еще дальнейших исследований.